Подвижные игры, спортивные соревнования, занятия На тренажерах и плавании, игра в шашки и настольный теннис, работа аптеки, мини-поликлиники, информационно-тематических площадок. Настоящий спортивный праздник для людей всех возрастов и профессий прошел в Краснополии. Акция «Краснопольщина. Территория здоровья» проводится в третий раз. Председатель райсовета депутатов Анжелика Гомон поздравила жителей с праздником, ведь он призывает население к здоровому образу жизни, дает навыки и знания по профилактике заболеваний. Это информационно-образовательная акция. Здесь в этот день могут принять участие в этой акции все наши жители, начиная от таких мальчиков, маленьких детей, где организовано развлекательное мероприятие. Дальше у нас ждут соревнования «Спортландия детская». Сегодня будут соревнования среди депутатов района, сельских советов депутатов и трудовых коллективов. Праздник «Краснопольщина. Территория здоровья» проходил целый день. С утра на площадке около физкультурно-оздоровительного комплекса для маленьких жителей райцентра организовали развлекательную программу с подвижными играми и тематическими песнями. Для детей постарше сотрудники райотдела по чрезвычайным ситуациям организовали показ аварийно-спасательного оборудования. В Краснопольском районе сложилась такая добрая традиция, что все люди, жители Краснопольского района, постоянно занимаются спортом. А еще такое событие у нас произошло – это введение в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса, который дает много возможностей жителям Краснополя, в том числе сотрудникам Краснопольского ручьезда. Оно проводится уже три года, и это очень интересный праздник, как по мне. Здесь можно подружиться, найти себе новых друзей, как-то позаниматься спортом. Я хожу в футбол и в плавание. В Краснополе с открытием физкультурно-оздоровительного комплекса плаванием стали заниматься и пенсионеры. В день проведения акции «Территория здоровья» они не показывали результат на время, а обычным купанием просто поднимали себе настроение, ведь активные водные процедуры благотворно влияют на весь организм. По средам и по пятницам у нас час занятий идет, ну даже больше иногда бывает. Сначала мы находимся в тренажерных залах, а потом 30-35 минут мы плаваем в бассейне. За это государство нам проплачивает, ветеранам. Дети пусть приобщаются к спорту, потому что сейчас современная молодежь, они больше смотрят на экраны, в компьютеры. А я считаю, что должна быть как бы золотая резина, движение должно быть. Другая группа пожилых людей в это время занималась в тренажерном зале. Хожу я сюда два раза в неделю, вторники-пятницу, вот, и чувствуется результат. Я себя стала чувствовать намного лучше, вот, и в плане снижения веса, и вообще укрепления мысли. Мне здесь очень нравится, и спасибо всем, я не знаю, и руководству, всем, что сделали для нас такую вот возможность, ну, укрепить свое здоровье. Ну, это очень важное мероприятие, потому что увлекается больше населения, здоровый образ жизни, так сказать, приобретаем. Веселее стали себя чувствовать и ходить быстрее. И вот мы занимаемся уже целый год, и чувствуем, что к нам все больше и больше и присоединяется пенсионеров. Так что стоит это пропагандировать, и не только пропагандировать, но надо это и делать, чтобы продлить свою жизнь. Здесь занимаются все краснопольчане желающие, а здесь у меня четыре группы, это дети, школьники. Две группы, они занимаются в свое время, пенсионеры тоже в свое время, тоже две группы. Дневная и вечерняя группа. Акция «Территория здоровья», конечно, праздник для краснопольчан. Раньше у нас не было такого большого здания, да, где много там можно позаниматься разнообразия такого. Как бы тренажерный зал, можно сходить после него в бассейн, да, вот, поэтому, как бы, люди, да, сейчас очень часто приходят. Кто-то приходит чисто позаниматься в тренажерном зале, кто-то позанимается там теннис, вот, кто-то волейбол, кто-то поплавать, а кто-то берет сразу абонемент. То есть и бассейн, и тренажерный зал совмещает. В акции «Территория здоровья» принимают участие представители организации практически всех сфер района. Медицинские учреждения организовали информационные выставки и литературы, и лекарственно-растительного сырья. А школьники накануне участвовали в конкурсе плакатов. В этой акции участвовали все школы района, и дети нарисовали прекрасные просто плакаты, рисунки. Они в этих плакатах и рисунках отражают просто свой внутренний мир, показывают себя, показывают, вот, как они видят свой здоровый образ жизни. Но не только фок задействован в празднике «Территория здоровья». В одном из дворов у мальчишек соревнования по футболу. Жильцы одного дома играют против жильцов другого. Футбольную площадку они сделали сами, родители вместе с детьми. Я попросил папу, чтобы он нам сделал площадку. Он вызвал остальных пап, приходили, они делали почти целый день. Мы им даже помогали. Площадку сами делали. Еще сами. Ямки закапывали. Эту разметку делали. Камни выкапывали. Котик, чтобы не было. Играем в футбол, собираемся. Две команды. Бывает ли вы? Может, три. Ну, человек обычно под 15-10 человек. Вам здесь весело? Да, мы здесь постоянно, каждый день собираемся, играем. Здесь все элементарно. Линии поля обозначены обычными опилками. А правда, ворота уже настоящие. Заметив инициативу жителей, спорткомитет подключился. Собрались двором и решили оборудовать. При помощи спорткомитета, конечно, нам выделили ворота. И мы уже сами оборудовались еще. Площадку футбольную для детей. Сколько времени работа заняла? Ну, день. Сварочные работы плюс. Пока бетонировали, капывали, все делали. Собрались и все получилось. В нашем детстве были и волейбольные площадки на дворах, и футбольные там, и ворота, и сами делали. И что? Ну, и дети тоже начали делать сами ворота, там, где палки собьют, и все. Ну, а когда спорткомитет выделил ворота, так уже это не трудно было остальное. Найти цемента там, забетонировать, чтобы ворота были устойчивы, не падали. Детям интересно. Собираются каждый вечер и день, и вот сейчас каникулы, и они каждый денек здесь находятся. Под присмотром. Под присмотром, да. Один родитель выйдет, может даже помочь посудить, второй когда. Ну, и так дети занимаются спортом, это нормально. Все работы они выполнили сами. Единственное, что им помог физкультурно-спортивный клуб и Краснопольский жилкоманхоз по некоторому оборудованию. И есть результат. Уже вы видите, здесь у них две команды, третья команда выходит вечером. Из соседних дворовых территорий также приходят дети играть. Ну, а мы, как местный фонд развития, видим дальнейшее развитие данной площадки и уже подались на конкурс местных сообществ для участия. И планируем, как бы, в последующем здесь еще установить оборудование для воркаута и обезопасить данную площадку путем ограждения. В агрогородке Яновка районную акцию «Территория здоровья» местные школьники решили поддержать дополнительными занятиями на скалодроме. Кстати, эти ученики обычной сельской школы Краснопольского района – лучшие скалолазы области и не раз выезжали на соревнования международного уровня. Наша школа приняла участие в 14 стартах областного масштаба, из которых с 12 мы приехали с наградами, с кубками, с медалями, с грамотами. И по результатам работы в прошлом году наша школа заняла в области второе место, пропустив только город Бобруйск по спортивно-туристской работе. Началось снижаться количество детей в классах. Я начал задумываться о том, чем же занять детей. Ну как, через козла не будешь целый урок прыгать на подтягивания, тоже не будешь. Надо было как-то какую-то интересную форму вносить. Ну вот, решил построить скалодром. На скалодроме развитие всех физических качеств – сила, ловкость, выносливость силовая. Давай, захват. Ногу поставила. Зеленый. Ногу выше. Пошла. Есть. Еще важно отметить, агрогородок Яновка – лидер в области по благоустройству. Уже в четвертый раз. За последнюю премию приобрели детскую площадку. Мы сумели обустроить такую замечательную площадку. Мы очень рады, что нашим ребятишкам есть где поиграть. И не только сельским местным детям, но и тем, которые приезжают из города к бабушкам, к дедушкам. Вот они все собираются и днем, и вечером. Решая одну проблему, проблему благоустройства, мы решили проблему другую – укрепление здоровья наших деток. Чтобы они не сидели дома вечерами в компьютерах, с телефонами, а имели возможность выйти вместе даже с родителями, со старшими, со своими братьями и сестрами. Именно на свежий воздух и здесь пообщаться и немножечко укрепить свое здоровье. И появилась возможность, как положено, обустроить на школьном дворе хоккейную коробку. Мы приняли участие в Параоновском конкурсе. И мы его выиграли. И там нужно было софинансирование. И вот как часто финансирование послужили вот эти угловые стойки для этой коробки, которую мы приобрели за, опять-таки, эту премию. То есть здесь настолько все взаимосвязано и все между собой переплетается, что решая одну проблему, мы решаем другую. И снова возвращаемся в Краснополье, в ПОК. Во второй половине дня соревнования для всех трудовых коллективов района. В командах сельских советов как депутаты, так и простые сельчане. Важно отметить, во время акции «Территория здоровья» в ПОКе работает миник поликлиника. Пришел на ПОК, чтобы поучаствовать в соревнованиях, ну и заодно проверить свое здоровье. Сегодня территория здоровья, и я сегодня участвую в соревнованиях. Поэтому перед началом соревнований решил проверить свое здоровье. Как говорится, в здоровом теле здоровый дух. Это тем более, что все организации принимают участие, которые расположены на территории района в этих соревнованиях в Спартаке и Аде. Я думаю, это должно постоянно такие соревнования проводиться. Постоянно занимаемся здесь. И вот построили этот ФОК у нас на территории района, ну, в Краснополе. И вот, конечно, в свободное время мы посещаем эти, принимаем участие также и в соревнованиях, которые проводятся в районе здесь. Среди депутатов облсовета традиционно проводятся спартакиады и зимние, и летние. К соревнованиям готовятся, к примеру. В Краснополе для всех обязательно посещение ФОКа минимум раз в неделю. Так что участие в соревнованиях «Территория здоровья» не стало ни для кого сюрпризом. Считаю, что в Краснополе, в Краснопольском районе, очень важно проводить такие мероприятия и такие праздники, как «Краснопольщая территория здоровья». Этот праздник ведет к популяризации здорового образа жизни, к тому, чтобы наша молодежь и взрослые населения могли приобщиться к культуре здорового образа жизни. Потому что это очень важно иметь в наше время, иметь здоровье как таковое. «Здоровым быть здорово» – это, наверное, даже уже лозунг всех таких мероприятий просто на всех территориях области, которые проводятся. Потому что третий год она проводится, эта акция в нашем районе. И считаю, что на сегодняшний момент это самое масштабное, которое мы провели. Потому что приглашены были и областные специалисты из многих структур, и более масштабно в районном плане. Областной совет депутатов сделал замечательный задел – проводить соревнования между депутатским корпусом на уровне областном. Наверное, оттуда и почин пошел. В районах, я думаю, популярны стали такие соревнования среди депутатского корпуса районного уровня. У нас проводят такие соревнования уже не первый раз. И это здорово. Очень активно принимают участие с вдохновением по всем направлениям. Спортивные соревнования проводятся на ура. Я с удовольствием тоже принимаю участие. У нас такой замечательный объект. Грех его просто не популяризировать таким образом. Сохранение здоровья нации – задача комплексная, отмечают в областном совете депутатов. Она требует межведомственного и межотраслевого подхода, а также объединения усилий государства, общества, депутатов и бизнеса. Редактор субтитров А.Семкин